Неприличные жесты для прессы и самоуверенный вид. Все это не вяжется с человеком, который заверяет суд, что раскаялся. Я готов принести любое наказание. Я готов жизнь отдать, лишь бы вернуть время назад, но это, к сожалению, невозможно. Во время оглашения приговора не по себе становится даже работником суда. Описание того, как здоровый сильный мужчина истязал маленькую девочку, нельзя слушать равнодушно. Ребенка Горячкин бил методично, а в день убийства разошелся особенно сильно. У трехлетней Василисы эксперты констатировали черепно-мозговую травму, множество ушибов, а скончалась она от разрыва печени. Как могла мать девочки это допустить, вопрос по-прежнему риторический. Они познакомились в социальной сети, быстро решили жить вместе. По словам Горячкина, он полюбил и Наталью, и ее дочь, и никакого вреда причинять не хотел. Но по материалам дела руку поднимал на обеих. Мать девочки делилась сомнениями с друзьями, даже отправляла в сообщениях фотографии синяков. Но каждый день уходила на работу, оставляя дочь со своим сожителем. Когда девочка случайно опрокинула на себя кастрюлю с горячим супом, в больницу обращаться не стали. Ожоги решили лечить дома, побоялись вмешательства полиции. Как потом выяснилось, от такого лечения у ребенка началось воспаление во внутренних тканях. Соседи слышали подозрительный шум в квартире, но не вмешивались. Харитон Горячкин вину свою поначалу отрицал, потом признал частично. А в последнем слове даже вроде раскаялся. Все эти дни я очень скользлю. Так хочется наложить на себя руки и искупить вину перед всем человечеством и амином, перед самым дорогим английским человеком Наташей. Кого сейчас власти нет. Жесть, короче. Психиатры характеризуют Горячкина как склонного к суициду, побегу и членовредительству. Сторона обвинения просила 16 лет лишения свободы. Приговор оказывается значительно мягче. В совокупности преступлений на основании 69-й, часть 3-й, уголовный кодекс Советского Федерации, путем частичного изложения наказания, окончательно назначить Горячкину 13 лет лишения свободы, собывания наказания из правительной колонии строго в режиме. Учли ранее погашенную судимость за наркоторговлю, положительные и отрицательные характеристики, а также то, что Горячкин болен неизлечимыми болезнями, астмой и туберкулезом. И если меньше месяца назад детоубийца уверял, что готов принять любое наказание, то теперь он не готов сидеть за свое преступление 13 лет и намерен в апелляционной жалобе скостить срок на 3 года. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События.